здравствуйте друзья давно мы не снимали наших студентов ни новых не старых так все больше стройку у нас стройка внутри тут происходит свой такой технологический процесс вы начали 11 ноября учиться то есть можно сказать ровно два месяца сегодня 12 дней 10 перерыв был с каникулами так вы давайте может быть вы представитесь мне зовут сергей приехали откуда приехали из украины это вы мою мне шапку привозили ковбойскую вы знаете мне сегодня еще одну шапку подарили давайте вот вы ее оденете она вашего размера вы знаете что она мне немножко маловато да вы похожи на кунака такого из как там называется фильм но наклоните немножко голову чтобы было видно что это кубанская не кубанская ну как кубанская наклоните голову нет нет чтобы видно было вот эту часть вот видите как это у нас казацкая такая кубанская казацкая шапка привезла девушка наташа которая сама из краснодара вот и дать вам тоже какой-то красивую вот эту держите вот это она боком надевается она вот так надевается только вы так закатите вот это вот да да закатить закатить там красивая красивая такая штучка мы будем значит это эпатировать публику это казахская шапка вот так что у нас будет сегодня такой красавцы может им нечего одеть да оденьте пожалуйста мы не выделялись сильно да 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 вот так что у нас будет сегодня такая костюмированная встреча вы давайте вот что рассказываете значит давайте итак сергей приехал из дакоты с ковбойской шапкой вы откуда приехали я сам меня зовут Саша я сам из Минска из Беларуси во Флориде жил последнее время приехал из Флориды откуда из Флориды из Майами ооо так вы обратно поедете не думаю нет а что вам там не понравилось там пляжи мне понравилось очень хорошо ну хочу побыть в Силиконовой долине слушайте а там есть такое что девчонки такие загорелые такие конечно ну то есть там везде то есть там можно жить то можно нет там очень здорово очень хорошо может быть и вернуть но там нет вот этого насекомых которые кусаются есть тоже есть да есть но в домах в комьюнити в комдоминиумах там нормально там не чувствуется я вот с северной Флориды вот у нас тут из Джексонвилл Танечка она говорит что там просто невозможно находиться во дворе то есть у тебя вроде домик и вроде земля но вот вышел туда и те покусали абсолютно не так не знаю как у нее в Майами хорошо хорошо значит вы хотите тут пожить хочу и вы тут хотите пожить оба так точно ну хорошо так вас София ты что прислала София мне говорит Миша уже снимите их что же они тут ходят сейчас уйдут и уже не снимем что с вами приключилось расскажите приключилось с нами многое ну попали мы на интерншип платный интерншип а чего платят неизвестно известно пятнашку платят ну тоже для начала а что за что там за какого плана вещь тестируем health application mobile application мобильная связанная со здоровьем да ну это хорошо здоровей будете тоже это точно вообще все что мобильное хорошо влияет на резюме оно как то его так оплодотворяет перед выходом на джок маркет ну вы как то ждали этого момента вот вы учились 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 и как бы вы знали что интерншип это следующий шаг ну да а были какие то беспокойства вот на какой ты попадешь что там за интерншип или там уже так учишься и учишься и уже не думаешь об этом ну в принципе как я учился я просто старался по максимуму ср Ec это учёбе и уже если нормально работать в мое направление тогда результат будет хороший я просто даже сильно не думаю но как бы наделся что будет что-то хорошее сразу попадется но сильно об этом не думал Но вы женатый? Да. А вы? Я нет. А вы холостой? Да. Вот вы как холостой. Скажите, вот эти красотки не отвлекают? Вот так они сидят в классе такие. Отвлекают. Надо концентрироваться постоянно на учёбе. Да. Да. Надо сказать, что ваша группа, она очень мальчиковая. Потому что у нас обычно девчонок-то больше. Вот так может быть процентов все из 5-80. А вот ваш заезд какой-то... У вас девчонок. У нас качество лучшее. У нас не количество, а качество. Да. У нас тут... Как-то я рассказывал историю студентам, что... Менеджер один, у неё жена русская женщина. И она ему говорит... Ну, София говорит, вот там, давай практикантов бери. Он говорит, так мне жена запретила брать красивых русских девушек. Так, говорит, ой, что такое? Мы тебе страшненьких пришли. И мне, значит, говорят, а где же у нас страшненькие? У нас все красивые. Я говорю, но это же мансы одесские. Это же не то, что у неё есть. Но она просто зубы заговаривает. Конечно. И где же она такие вот? У нас все очень симпатичные. Да. То есть, не в состоянии они вас отвлечь. Но они сами такое ощущение, что затюканы, ходят, учатся, учатся. Да, да, да. Но у нас группа хорошая. У нас половина вот уже интершип, другие тоже пошли. Другие компании. У вас там мало народу в классе уже осталось? Да, пластически половина уже. Но вам, собственно, и учиться уже не так долго. Вы сколько там? Недели две-три, да? Три, по-моему. Да. Ну что ж, хорошо. Собственно, там и задача была такая, чтобы вас пораньше куда-то запустить. Потому что у вас две группы сразу. И чтобы София не имела дело с двумя группами одновременно. Да. Вас так немножко развели по срокам. А вот вы все-таки не были такие компьютерные, да, вот до этого люди? Вы не программисты, вы не там… Я дружил просто с компьютерами с детства, как говорится. И там была моя игрушка. Я с первого пенсиума и до сегодняшнего момента. Пенсию? Первый пенсиум. Мой первый компьютер был пенсиум. Пенсиум, окей. Не пенсиум. Пенсиум, да. Да. Вы знаете, что? Возьмите, пожалуйста, вот этот пакетик тоже. Сергей, возьмите этот пакетик. Девушка, которая привезла из Краснодарского края шапку вот эту, она еще привезла вот этот пакетик. Там написано… Вы знаете, чтобы вот так его в эту сторону немножко. Потому что, да, вот так. Там на нем написано «коровка из кореновки». Потому что девушка, она сама из этой кореновки. О, реально? Да, да. Она из этой кореновки. Просто так, как вы ее в руках держите, оно закрыто моим изображением. Значит, на картинке. Ну, хорошо, показали и ладно. Только вы не выпивайте. Нам договорились, что у нас Танечка завтра блины сделает. Я никогда не знал, что блины можно со сгущенкой. Да, очень. Правда, да. Я не пробовал никогда. Но вот нам сказали, и мы теперь ждем. Так. Так, все-таки, оно как бы сложный предмет или не очень сложный? Или вы просто такие молодые, и у вас сил много, и вам там все несложно? Или есть бы несложные моменты? В принципе, если ответственно подходишь, уделяешь внимание и время, то ничего сложного. все можно выучить, все постижимо, все understandable. Как бы все... Может быть, молодым, конечно же, проще. Те, кто закончили только школы, институты, у них еще до сих пор идет вот это вот студенческое... Не отучились учиться. Да, у них еще не закончились. Но у вас есть ребята постарше там, да, такие? Да, у нас есть постарше. Но они тянут, справляются? Да, нормально, да. Практически. У нас никого нет, кто бы так потерял надежду или веру или... Выпадал. Чувствовал, что он, да, они все тянут, все... Same page. Но это существенно, потому что на самом деле бывают группы, и никто их специально так не собирается. Но бывают группы, где вот несколько человек найдутся таких мрачных, вот они ходят, собирают всякую дрянь, там вот где-то он слышал, где-то он прочитал, что не светит. И вот этот разговор не светит, вот он такой как-то подрывает силы других людей. Их я видел часто, как просто вот значительное количество людей в группе может никогда не начать искать работу, если там было двое-трое буйных таких. И мы уже так вот посмотрим, если видим кто-то совсем уж такой плохой, мы его просто выводим в расход. То есть мы отдаем ему денежку и говеди отсюда, и в общем, спасибо большое за участие. Тоже такое слышал, когда приехал сюда, была такая история, он мне рассказывал немножко такое негативное, но я просто не обратил внимания. Негативные истории бывают, но вопрос только в том, что, как сказать, к сожалению, не получается вот как в поезд, купил билет, сел и тебя довезло, понимаешь, там какое-то устройство. А получается, что поезд есть, там рельсы есть и толкать надо. Понимаешь? И вот эта вот мысль о том, что надо самому как-то, она, конечно, сложная. Ну, по-другому никак. Ну, ну да, но часто бывает, начинаешь чего-то, думаешь, эх, я сейчас как это, лух, а потом так начинается и думаешь, а чё я? Да, и так оно. Ну что же, хорошо. Значит, слушайте, вот такой вопрос. Я тут как-то рассказывал, что вот мы смотрим, чтобы там старше 45-ти, народ-то особо к нам не ходил, да? Потому что статистика ухудшается и, в общем. И мне несколько человек там говорят, как же, а я вот 45, я рассчитывал, а другая говорит, а я 47, я вот сплю и вижу. И я говорю, да это не вопрос, это статистически. Я говорю, если ты рвешься в бой, и так у тебя все квалификации есть подходящие, английский на месте, то есть вперед. Но с вашей точки зрения, вот есть какой-то возрастной такой барьер, когда уже, может быть, лучше не связываться? Мне кажется, зависит от человека. Если человек, даже будучи в возрасте, всю жизнь был каким-то техническим, работал технически с компьютерами, связанным. Склад ума такой опыт есть? Склад ума, да, опыт, и он это может постичь, то я думаю, что возраст не имеет значения. Вот если женщина 55 лет бухгалтером была всю жизнь, вот, как? Если она мышку два раза в жизни нажимала и клавиатуру печатала только в какой-то программе, может быть, ей будет посложнее. Так. Но в целом люди, это такая, если ты простой пользователь, ты можешь быть в этой эре. Ну что же, ладно, давайте я вас отпускаю. Раз вы решили никуда не уезжать, то, возможно, еще и тут будет поснимать. А с женой что будет с вашей? Скоро приедет, скоро устроим, все будет нормально с интерншипом, найдем работу и сразу жену сюда забираем. Жена чем занимается? Бэйбиситер, taking care of kids. Чужих kids? Да. То есть, своих у вас нет пока? Нет, нет. Хорошо. Так как же вы уедете из такого места, где эти шапки продают? И вы нас приезжаете. Ради такого места, как Калифорния, можно бросить и нужно коту их. Ну, здесь тоже вообще есть места, где шапки, такие шляпы продают. Там где-нибудь в индейских местах, там вообще в туристических. В туристических местах есть ковбойские магазины. Да. Ну что же, шапка ваша пришлась очень. И многие тоже примеряли, и все были в восторге в таком. Да, шапка была очень удачная. Ну что же, мы вас тогда запускаем на internship. Знаете, как вот, ну вы знаете, кто сказал, платитесь и размножайтесь. Вот. Так что выпускаем вас, значит, вот в эту среду, чтобы вы там плодились, размножались и приходили потом тоже за интернами. Ну хорошо, давайте всем помашем ручкой. Счастливо. Подфиксируем